Всем привет, дорогие наши зрители! Смотрите, какое у нас перенаселение. А ещё у нас корм кончился. Надо идти насыпать корм, а там дождь за окном. Ха-ха! Смотрите, им жарко. Они клювы пораскрывали. Но я думаю, что им жарко от того, что перенаселение. В связи с этим, сегодня надо что-то с этим сделать. И я уже даже придумала, что. Я перебрала много вариантов. Я думала и выпустить их в вольер, поставить там брудер. Но проблема в том, что Саша не переделал брудеры. И электроника вся на брудерах не защищена. И может опять случиться пожар. И мы лишимся ещё одного датчика. У нас всего два из трёх осталось. Из четырёх даже. Я хотела их посадить в курятник. Закрыть там герметично всё это. И чтобы там более-менее нагревалось. Просто высадить их на улицу я не могу. У них ещё нет оперения. А ночью сейчас холодная весна, холодное лето в этом году. До 15 градусов ещё падает температура. Поэтому я не могу рисковать своими цыплятами. Я думала по-разному. И сегодня я нашла выход. Знаете, где всё время тепло? Да у нас дома всё время тепло. Поэтому мы просто принесём второй, третий, пардон, брудер домой. И в него я отсажу всех, которые крупные. А мелкие останутся под подогревом. А тот брудер, как бы там датчик сломан. Включить я его не смогу. Только лампочку смогу включить. И большим цыплятам, в принципе, не надо. Подогрева они при 20 градусах вполне себе выживут. Поэтому вот так вот ещё неделю придётся их терпеть. Привет! Сегодня курочек не мама кормит. Сегодня курочек кормят дети. Да, дети? Мы улиток собрали, там накидали уже улиток курам. Корма дети кидают. Тише. Мишка, дай Катю кормить. Дай Катю тоже покормить. Он рядом прямо кидают. Подальше кидай. В общем, короче, дети кормят курочек. Курочки в шоке, что это не я делаю. А, конечно, перенаселение у нас очень сильное. Цыплятки подросли, а я так и не собралась их снять на видео, повзвешивать. Не потому, что я вам не выложила, что не снимала. Я просто не собралась, времени не нашла. Сегодня хочу обязательно. Насыпала им корма, баночку, которая заканчивалась. А теперь внизу заканчивается. Сейчас еще немножечко поедят. И буду новый насыпать. Скорее бы Саша пришел, чтобы брудер третий принес. И я их как раз взвешу. Сниму вам видео про вес цыплят моих. Им уже 12 дней получается. Сегодня. И оценим, насколько разбег между цыплятами. Там есть и мелкие, конечно, которые не получились хорошими. Они останутся в оттапливаемых брудерах. И они будут долго сидеть на откорме. Потому что я хочу, чтобы они тоже подрослевающими. Привет, индюки. Вы уже из моих влогов знаете? Лиза, ну заходи давай. Что я привязывала им красную ленту, чтобы они друг друга не трепали. И я только что нашла, разбирая сарай, красные веревки. Сейчас мы с Лизой быстренько привяжем везде. Да? И Мишка пришел помогать. Ну что, привязываешь? Туда-то зачем? Зачем так высоко? Сюда давай, вот в эту зону, Лиз. Ты ушла совсем далеко. Им там неудобно трепать будет. Сюда давай. Вот, видите, привязала. Сегодня надо привезти солому индюшкам. Сейчас поеду немного, погоди. Вот так вот. Вот так вот. Пускай треплет. Давай, привязывай, да пошли. Ура, наконец-то пришел Саша. И сейчас он намострячит еще один брудер. Вы же видите, досочки положил. Осталось дождаться, пока он брудер принесет. Ну и я сказал, что там электроника не работает, но он как-то напрямую может подключить одну лампочку только. А мне нужно найти еще поилки и кормушку. Вот так выглядит наша башенка. Так, кормушечку дай я достану. А ты не знаешь, что чем где еще поилочки? А? Внизушки от поилок. Их же не четыре было, а больше. Больше. А где они? Ну, кода в это... В индюшатник я уже взяла. Две штуки взяла. Слушай, нет. И сейчас мы пойдем, наконец-то, доставать солому. Я вообще забыла про солому, если честно. Будем опустошать мою машину от соломы и ставить на место водительское, ой, водительское, говорю, это пассажирское, детское пассажирское кресло. Ой, я предвкушаю, как там все сейчас в этой соломе, вообще вся машина в этой соломе. Завтра я буду это все ощипывать. Сегодня уже сил нет. Сегодня я хочу цыплят переселить еще и взвесить их, поэтому, как говорится, по минимуму сегодня, по минимуму. Мои сейчас будут жарить купаты. Я купаты сегодня есть не буду, поэтому я не буду участвовать в жарке и даже не буду снимать, как они жарят. Ну, так, может быть, издалека чуть-чуть. Вот. Моя машина похожа на ссеновозку. По-другому никак они не влазили. У меня теперь все будет в этой соломе, да? Ужас. Бедется завтра чистить машину. Тюки большущий, тяжелый. Этот индюкам повезем? А как мы будем с делением между курами? Тихо! Бомбежка-тережка. Попал. Все. Видишь, я не зря пришла, не только снимать. Капец. Куда бы это кинуть? Как тут все в соломе? Это же капец. Как вот это вытесчать потом? Кто знает. Ой, ужас какой. Ладно. Это я оставлю на завтра. Вся машина в соломе. Ну а что делать? Я знаю, что делать. Надо подстилать лучше. Но я вообще не подумала о том, что нужно подстилочку прям. Мальшу еще. Придется теперь чистить. Смотрите, как реагирует на принесенную солому индюки. Им интересно, они ее клюют. Индюки, это подстилка. Мы завтра вам ее расстелим. Вам будет мягко и удобно. Ну, представляете? Не представляете даже. Что? Что ты такой важный? А? Все, собрались. Общий консилиум по поводу привезенной соломы. Эй, хватит жрать-то. Да невкусная. Ее есть пытаются. Они думают, что это сено, наверное. Вторую солому Саша поставил здесь вот. Около кур. Мы завтра куром накидаем солому. Понастелим везде здесь. Они как раз корм дойдет к утру. И мы накидаем. А оставшиеся увезем и раскидаем собакам. Чтобы им тоже было чисто и мягко. Ну что, брутер готов. Сейчас будем их пересаживать. И заодно немножечко взвешивать. Взвешиваю, наверное, штучек 10 со второго этажа. И штучек 10 с нижнего этажа. Ну и, собственно, тех, кого буду взвешивать, пересажу сразу. Так. Кто первый? Кто взвешаться хочет? А, толстышки мои. Пойдешь взвешиваться? Вот, стой тут нормально. Встань. О, неплохой уже вес. 370 граммов. Так, иди. Так, кто следующий? Иди. Так, ты у нас сколько? 312. Так. Кто следующий? О, вот этого толстычка хочу взвешивать. Я буду выбирать тех, кто потолще. Потому что отсадить я хочу тебе... Ого себе! 413. Неплохо. Так. Ну что? Где еще толстычки? Вот, толстычок. 313. Потом среднюю посчитаю. И вам в конце видео покажу. Опа! Кто-то у меня улетел уже вниз. 336. Ну и что? Ты тоже взвешиваться хочешь? Так. А ты вот у меня толстычок. 378. Оп. И... Так. Вот этот повернет. Полегче. 323. Короче, от 300 до 400 грамм они уже все. Которые хорошие и толстенькие. Так, давай. Оп. Немножечко их подребушу. Оп. Да, 306. Ладно. Так. Сейчас всего 18 штук я рассадила со второго этажа. И уже, смотрите, стало у них не так тесно. Хорошо вам? Просторно? Ну, а это передастеление еще предстоит. Взвешивать и расселять. Ну что, поехали? Так. Кто будет первым? Ты будешь первым. А вы сидите давайте. Давай. 290. Раз. Уйди отсюда. 325. Два. Кто следующий? Вставай. Три. Наверное, пятерых вам покажу. Кто этот легенький? 4. Нет, а то я сюда сразу. Это внизу они полегче. А вот это вот. Что ж им сделаем? Давай. 4. 270. Так. Все сюда сгрузились. 270. Вот. Пятый. Тихо, вставай. Ну, тихо. 280. Ну вот, как-то так получилось. Как-то им, по-моему, здесь тесновато. А? У этих меньше места стало, чем у вторых. Ну, у тех, где они были. Так. Здесь у меня есть 35. Сейчас пересчитаем остальных. Четверых убрала отсюда, все-таки обратно, чтобы более-менее равномерно у них было. А то толстячков собрала наверх, и там стало тесно. Ну, все. Теперь водичку поменять, и норм, и можно отдыхать. Ну что, поменяла банку корма, потому что иначе утром пришлось бы бежать. И высыпала, получается, весь корм, старт, уже цыплятам. Они его доедят, и завтра я им по очереди начну подсыпать уже корм рост. Вы большие у меня стали. Теперь у них просторно, вода не так быстро кончается, не так засирается. Ну что ж, дорогие подписчики, мы с цыплятами прощаемся с вами до завтра. Ну, или до послезавтра, когда я буду снова про них снимать видео. Подписывайтесь на канал. У нас уже гребешки растут, смотрите. Подписывайтесь на канал, ставьте свои лайки, пишите комментарии, советы, критику, просто комменты. Вступайте в нашу группу для общения, и увидимся в следующем ролике. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok